Глубоко уважаемые коллеги, мы действительно продолжаем сейчас говорить о трансмиссионных инфекциях. И вот у меня сообщение будет по лаймборелиозу. Мы говорим сейчас, что достаточно много уже открыто эксодовых клещевых инфекций. Но в первую очередь, конечно, клещевой энцефалит, который исполняется открытие в 80 лет. Лаймборелиоз, синонимом болезни лайма, или эксодовые клещевые борелиозы. Это эрлихиоз, две его формы, бобезиоз, рикетиоз. Еще можно поставить вопрос, что последние инфекции были открыты действительно не так давно, только в конце прошлого века. Возможно, что мы будем иметь дело еще и с другими инфекциями. Большое количество инфекций, которые переносятся к содовыми клещами. Теоретически у одного пациента может быть сразу несколько инфекций. Известный, конечно, случай – это микс инфекции клещевого энцефалита, борелиоза, борелихиоз, эрлихиоз и бобезиоз. И я думаю, что могут быть разные комбинации. И у каждой инфекции есть определенные возбудители. Сегодня больше мы говорим о боррелии. Считается, что три основные формы патогена для человека – это боррелия Гориния, боррелия Авзелия, боррелия Бурдорфи и Сенсус Трикта. Ну и вот еще отдельно выделяют боррелия Миоматео, которая была открыта в Ижевске, и с ней связывают безэритоматозные формы заболевания. В целом, определение лаймборелиоза звучит как природно-очаговое трансмиссивное инфекционное заболевание, возбудителем которого является боррелия Бурдорфи и Сенсулата. То есть это совокупность тех геновидов боррелии, о которых я говорила, а переносчик – к содовым клещем. Болезнь отличается стадийностью течения и системностью поражений, в отличие от клещевого энцефалита. Все-таки в свое время, когда еще неизвестно было само заболевание лаймборелиоз, то отдельная его форма, как эритоматозная форма клещевого энцефалита, или полирадикулоневритическая форма клещевого энцефалита, сейчас уже всем ясно, что это не был клещевой энцефалит, это был лаймборелиоз или, в самом случае, микстинфекция. Потому что клещевого энцефалита четко совершенно тропность только к центральной нервной системе, причем двигательным ядрам в основном, а лаймборелиоз отличается многообразием клинических форм. Лаймборелиоз встречается на всей территории России, вообще встречается по всему миру, и в России также на всех территориях, за исключением, наверное, самых северных районов. И Ярославская область занимает третье место по частоте, уступая только Томску и Кировской области. У нас превышает число клещевого энцефалита где-то в 10 раз, и мы превышаем в целом показатели по Российской Федерации тоже в 3-4 раза. Николай Николаевич Спирин уже говорил в своем первом сообщении, что три периода обсуждаются в течение лаймборелиоза. Это острый период, по данным разных авторов, в принципе, от 1 до 3 месяцев, подострый от 3 до 6, и хроническое течение свыше 6 месяцев. Частота развития хронических форм в принципе невысока и составляет где-то от 4 до 8% от всех случаев лаймборелиоза. Но сложность диагностики именно хронических форм заключается в том, что пациенты уже не помнят о присасывании клеща или не спрашивают об этом доктора, и не помнят о наличии мигрирующей ритемы как самого главного патогмоничного признака лаймборелиоза. Но есть мнение, что частота хронических форм лаймборелиоза очень высока у пациентов именно с безрендоматозными формами заболевания. В патогенезе лаймборелиоза, все ученые утверждают одинаково, что самое главное – это инфекция. Поэтому этиатропная терапия эффективна на любой стадии заболевания. Но также очень широко обсуждается и эндотелиальная дисфункция, как основной патогенетический механизм повреждения как центральной, так и периферической нервной системы. Развитие воскулитовоскулопатей, конечно, это аутоиммунные процессы. Считается, что чем дольше у пациента хронический лаймборелиоз, тем выше вероятность развития аутоиммунных механизмов и аутоиммунных процессов. Аутоиммунные нарушения были доказаны в своих работах выделением у пациента с хроническим течением лаймборелиоза, антител к основному белку миелина, антител к хосфолипинам, канглиозидам и белку С100. Я хотела представить сейчас наши данные по обследованию 160 больных с хроническим нейроборелиозом. В нашей группе больных значительно преобладали женщины и средний возраст составил примерно 48-60-х годов. Хочу обратить внимание, что среди наших пациентов только чуть больше, чем половины больных, 58%, наблюдался острый период заболевания. И 43% – это было отсутствие острого периода. Конечно, у этих пациентов большинства была отсроченная постановка диагноза собственного лаймборелиоза и его хронического течения. Факторы риска, самое главное, наверное, с нашей точки зрения – это отсроченное лечение в острый период заболевания, либо неполный курс антибиотиков. Потому что известно, если пациент не получает полноценный курс антибиотиков в острый период или имеется прерывистый курс, то у барреля есть способность превращаться в цист-Л-форму, неактивные формы, таким образом способствовать хронизации инфекции. Это множественное присасывание клещей, раннее развитие признаков диссеминации в острый период заболевания, когда уже появляется, помимо эритемы, поражение суставов, мышц и нервной системы. К основным формам хронического нейроборелиоза относят прогрессирующий энцефаломиелит, энцефалопатия, радикулоневропатия и полиневропатия. Я кратко остановлюсь, что ведущими симптомами баррелиозного энцефаломиелита, о чем уже говорил Николай Николаевич сегодня, являются те симптомы, которые, в принципе, характерны для пациентов с рассеянным склерозом. В первую очередь, это наличие спастических порезов, зрительных нарушений, дисфункция тазовых органов, атаксия. Отличительными чертами, с нашей точки зрения, является раннее появление когнитивных расстройств и поражение периферической нервной системы уже на ранних стадиях заболевания. Для нас было удивительным, и Николай Николаевич показывал, что частое сочетание рассеянного склероза и лаймборрелиоза, когда мы взяли выборку 100 пациентов с рассеянным склерозом с достоверным абсолютно диагнозом рассеянного склероза, и у всех обследовали иммуноферментным анализом антитилакборрелией. Получили, что у 34% пациентов с рассеянным склерозом были обнаружены антитилакборрелией. Целью нашего исследования, конечно, было выявить случай лаймборрелиоза, а, собственно, что это не рассеянный склероз. Но у нас не было таких данных, 19%, то есть у каждого пятого пациента мы действительно установили сочетание лаймборрелиоза и рассеянного склероза, всем была проведена антибактериальная терапия, но у всех заболевание прогрессировало в дальнейшем, и было только уменьшение признаков, характерных исключительно для баррелиоза. Это был либо суставной синдром, либо поражение сердца и регресс уже от, собственно, антител после антибиотикотерапии. 16% ложноположительных результатов, хотя вот, когда мы докладывали наши данные на конгрессе инфекционистов, посчитали, что не совсем правомочно так говорить, даже если они не постоянны для антитела в крови, возможность, что у этих пациентов барреля явилась триггером в собственном развитии рассеянного склероза. Достаточно сложной постановки диагноза энцефалопатии, она является одним из ведущих клинических проявлений хронического нейробаррелиоза, и в первую очередь проявляется когнитивными расстройствами, причем на первый план выходит именно нарушение концентрации внимания у данных пациентов, в дальнейшем может быть жалоба на нарушение памяти, нарушение речи, изменение психики, раздражительность, и при нейрофизиологических тестах обычно отмечается умеренное когнитивное расстройство, и если для барреляза характерна все-таки манифестация, особенно хронические формы в среднем пожилом возрасте, то очень часто этим пациентам устанавливается диагноз либо сосудистой деменции, либо деменция альцгеймеровского типа, и нет связи с присасыванием клеща, что это хроническое течение нейробаррелиоза. Поэтому в диагностике здесь очень важно, конечно, достаточно быстрый темп развития, но потом наступает стабилизация когнитивных расстройств, сочетание энцефалопатии с другими характерными проявлениями лаймбаррелиоза и, конечно, наличие положительных антител. То есть лаймбаррелиоз должен включаться в дифференциальный диагноз в эндемичных регионах. Хроническая радикулопатия также одна из характерных форм заболевания хронического течения лаймбаррелиоза проявляется, в первую очередь, болевым синдромом. При этом достаточно боли носят упорный, интенсивный характер. Они чаще всего постоянны, реже рецидивирующие. Они могут усиливаться в ночные часы. И иногда пациенты даже не могут себе найти место. Это не онтологическая поза. Они постоянно вынуждены или двигаться, или ходить, потому что слишком выраженный интенсивный болевой синдром. Характерно последовательное развитие симптомов. Сначала боль, затем нарушение чувствительности и парезы. Но это необлигатная абсолютная последовательность. Для российского баррелиоза все-таки больше характерно развитие чувствительных расстройств, чем выраженные какие-то двигательные периферические парезы. Сочетание, опять-таки, чем дольше течет заболевание, тем больше систем страдает при лаймбаррелиозе. И характерно, когда идет поражение уже периферических корешков и нервов, то есть и поражение центральной нервной системы и других органов и систем. К редким проявлениям хронического нейроборрелиоза, это данные литературы, относится огромный спектр. Вот видите здесь и мужичковые расстройства, это экстрапирамидные расстройства, психические расстройства. Все эти диагнозы, конечно, требуют очень тщательной дифференциальной диагностики для того, чтобы уточнить диагноз. По нашим данным, синдром БАС. У нас было три человека, мы оставили его, хотя, в общем-то, считаем, что в данном случае идет, наверное, сочетание дислаймбаррелиоза и, собственно, болезни двигательного нейрона. Потому что, несмотря на проведенную антибактериальную терапию и выраженные улучшения клинические, по данным электронейромиографии, у всех заболеваний прогрессировало в дальнейшем, сейчас уже никого нет в живых с данным диагнозом, поэтому здесь мы не можем сказать, что это проявление действительно исключительно брелезной инфекции. По-другому обстоит синдром паркинсонизма. Действительно, мы наблюдали полный регресс явлений при синдроме паркинсонизма на фоне проведения антибактериальной терапии. В одном случае у нас был миостеноподобный синдром молодой девушки, тоже с полным регрессом все симптоматики, отсутствием прогрессирования в дальнейшем. И двое пациентов были с возможным церебральным воскулитом, у которых заболевание проявилось ишемическим инсультом. Только у 42% поражение нервной системы было изолированным, особенно это было в начале заболевания, а в дальнейшем у большинства отмечалось поражение со стороны суставов и мышц, реже со стороны сердца или кожи, печени, глаз, и почти у половины больных был общий инфекционный синдром в виде периодического субфибрилитета и астенического синдрома. Нами было впервые показано, что возможно существование хронической микстинфекции. В частности, мы показали, что в единичных случаях возможна хроническая микстинфекция клещевого энцефалита и лаймборелиоза. И, возможно, хроническая микстинфекция достаточно часто встречается в эндемичных регионах, когда идет сочетание лаймборелиоза и эрлихиоза. Вот кожные проявления Николай Николаевич уже показывал. Это наши собственные данные при хроническом лечении лаймборелиоза, когда поражение нервной системы сочеталось с различными проявлениями поражения кожи. Возможно, поражение глаз, сердца, печени, почек. Что касается поражения сердца, то самые разнообразные проявления. Действительно, сейчас защищена кандидатская диссертация. И вот одним из особенностей было повышение давления. Либо если человек гипертоник, было увеличение давления, либо она становилась неконтролируемой. И мы считаем, что это в основном за счет активации симпатодреналовой системы. Диагностика лаймборелиоза достаточно сложна. В острой стадии сложность заключается в том, что в первые недели пациент остается серонегативен и может не быть антител. Особенно это касается безаритоматозных форм заболеваний. Что касается хронического периода, то здесь возможно появление ложных положительных результатов. Реже ложноотрицательных. Из серологических тестов сейчас применяется в основном это иммуноферментный анализ, и как подтверждающий тест это иммуноблотинг. ПЦР до сих пор не стандартизирован метод. По исследованию спинно-мозговой жидкости Николай Николаевич уже говорил, что особенностью российского боррелиоза является то, что у нас нет стопроцентного метротекального синтеза антител, и только у третьей или даже меньше, у четверти больных встречается воспалительное изменение в виде блеоцитоза и повышения уровня белка. Какие лабораторные еще тесты можно использовать в качестве вспомогателей? Что в данном случае мы имеем при энцефалопатии, энцефаломиелитеродикулопатии, мы имеем дело с рецидивирующей, с хронической инфекцией. В законном случае мы получили данные, что достоверная разница у пациента с хроническим нейроборелиозом была по сравнению с группой контроля по исследованию высокочувствительного цирреактивного белка. Также в связи с тем, что в патогенезе лаймборелиоза ведущей роль играет анатериальная дисфункция, то также было достоверно выше у пациентов с хроническим лаймборелиозом повышение антигенофакторов фонвилибранта. Это бактериальная инфекция, поэтому основное в лечении хронического лаймборелиоза играет, конечно, это антибиотики. И препарат ее выбора при поражении нервной системы является цеф-триаксон. Сейчас дискутируется, наверное, длительность и дозы, но с нашей точки зрения самое главное, чтобы курс антибиотиков был непрерывен, и действительно это должно быть парентерально, и не внутримышечно-внутривенное введение, 2 грамма в сутки, наше мнение, что не меньше 28 дней, непрерывный курс. Сейчас, может быть, еще обсуждается, особенно в интернете, сочетание нескольких схем антибиотиков. Так вот, ведущие ученые, зарубежные ученые, на основании двойных слепых плацебо-контролируемых исследований показали, что нецелесообразна длительная в течение нескольких месяцев или комбинированная терапия в связи с постепенно, в течение 6-12 месяцев, улучшением на фоне проводимого курса терапии. То есть, если человек получил полноценный курс антибиотиков, конечно, вопрос может еще играть в качестве антибиотика, который получает пациент. Но, тем не менее, если он получил полноценный курс и нет эффекта от лечения, нужно пересмотреть диагноз или подумать о чувствительности данного пациента к конкретному антибиотику. И если имеются остаточные явления, так называемый постслаемский синдром, когда пациент получил адекватный курс антибиотиков в хронический период заболевания и имеются остаточные явления, которые не оккупируются на фоне приема антибиотиков, то тут тоже надо рассмотреть вопрос, что уже у этого пациента нет активной инфекции, имеется осложнение перенесенного заболевания. К сожалению, применение антибиотиков в хронический период далеко не всегда успешно, это наши данные. Что мы получали эффект? Это значительный регресс симптоматики, практически полное выздоровление далеко не всегда. Но мы считаем, конечно, что это связано с присоединением других механизмов, в первую очередь, наверное, уже аутоиммунных механизмов, нейродегенеративных и развитие постслаемского синдрома. Что еще хотелось сказать, что сохранение положительных титров антител после проведенной антибиотикотерапии не должно быть поводом для назначения дополнительных курсов. Если у пациента нет прогрессирования заболевания, нет появления новых симптомов, а сохраняется титра антител, то за этим пациентом должно быть наблюдение, но не бесконечный повторный курс антибиотика, как иногда практикуется в амбулаторных условиях или в стационарных. Одним из маркеров, что наше лечение было успешно, это достоверное снижение, опять-таки, острофазовых показателей, в первую очередь, высокочувствительного цириактивного белка, антигена фактора фонвилибранта. Основными хроническими проявлениями при лаймборолиозе являются энцефаломиелит, энцефалопатия, как поражение центральной нервной системы, а поражение периферической нервной системы – это радикулопатия или сочетание радикулополиневропатии. Курс антибактериальной терапии приводит, если это действительно инфекция, он приводит к регрессу симптоматики, пусть это будет неполный регресс, и регрессы, конечно, уровня антител. Под нашим данным достоверно идет снижение титра антител. В части больных антитела могут оставаться, это не повод для того, чтобы назначать повторный курс антибиотиков при отсутствии прогрессирования заболевания. И особенностью российского лаймборолиоза является все-таки низкая частота воспалительных изменений спинномозговой жидкости, что необходимо учитывать при постановке диагноза. И, к сожалению, мы не можем полагаться на европейской рекомендации, где достоверный лаймборолиоз устанавливается только при наличии воспалительных изменений спинномозговой жидкости. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова